Субтитры сделал DimaTorzok Рейнджровер, монстр трак, летающую тарелку, зону 51, Атлантиду, нефтяную вышку, новую фракцию суперзлодеев, также расскажу как стать суперзлодеем, новый замок на вулкане, а также новые скиллы героев. Ну а перед началом дружище у меня к тебе будет небольшая просьба, если ты вдруг еще не подписался, не поставил свой лайк и не нажал на колокольчик, то нужно сделать это прямо сейчас. За три секунды опускаешься под видосик, нажимаешь на красную кнопку подписаться, нажимаешь на серый лайк, делаешь его синеньким, готов? Раз, два, три, успел? Спасибо тебе большое, а мы начинаем. Начнем наверное с того, что у нас еще в игре появился новенький кодик и мы его сразу с вами ведем. Заходим в настроечки и вводим, друзья, коды, это у нас новенький скин, называется S34Z4N4, вводим, получаем бесплатный скин. Итак, какие же награды у нас появились? За пятый уровень скин, за пятнадцатый скин, за десятый, двадцатый, неинтересно, двадцатые колеса, тридцатый это рейндж ровер. Дальше тридцатый, я так понимаю, это спойлер, новую эмоцию, за шестьдесятый монстр трак, ребята, новый спойлер, еще колеса и за сотый уровень летающая тарелка. Конечно, она просто офигенная, я все покажу, начнем наверное с того, что мы покажем вам, что за новые скиллы. В общем, у нашего этого, скажем, флэша ничего не поменялось, он просто так же быстро бегает и быстро бьет, ничего не изменилось. Дальше, у Инферна, ребята, все то же самое, он летает, бросается каменными глыбами, ничего не поменялось, ничего интересного. А вот протончик, друзья, поменялся, теперь протончик летать больше не умеет, но умеет делать двойной прыжок, с просто офигительным эффектом, вот таким взрывным, ребята, и также стреляет лазерами с глаз. В общем, прикольный скилл, но полета теперь у него больше нет. Да, полету многих отобрали. Дальше, Ванта, ребята, это просто жесть, стреляет офигенно, 20 зарядов, но еще просто становится невидимочкой. Нажимаешь и все, тебя как бы нету, тебя найти не могут. Протон, ребята, это, вернее, Вальтрон, это просто жесть. Стреляется также молниями, но на шифт он исчезает и превращается в какой-то сгусток энергии. Это просто невероятный скилл, мне очень нравится, разработчики красавчики. Фрост байт, друзья, вы сразу узнаете, кто это из суперсемейки, да, ребята, вспомнили, да, кто это у нас из суперсемейки. Напишите в комментариях, кто так делает. Просто бегает по воздуху, строит глыбы льда. В общем, в принципе, это тот же полет, только теперь на шифт. Ну и остался у нас Титан, это мой брат, типа робот такой, железный человек, а он у нас, ребята, летает. Летает, в принципе, как и раньше, и также стреляет вот такими, скажем, лазерными лучами. И теперь на базу героев, вот сюда, как видите, здесь теперь новая база, на нее попасть нельзя. На нее могут попасть только герои, и это прикольно, мне кажется, поэтому она защищена с расстояния даже вас не прострелить, потому что она каким-то невидимым барьером защищена, но мы сейчас поговорим немножко не об этом. Итак, я покажу, как это сегодня суперзлодеем, но перед этим, друзья, я покажу, что же у нас появилось в обновлении. Вернее, что мы получаем за сотый ранг, если прокачаться. Это, да, я немного еще и подкачивался робуксами, но это другая история, я потратил около 5000 робуксов сюда. Серьезно, потому что вручную качаться было реально сложно. Ну, я немного помог себе робуксами. Итак, выключаем нашего Титана, заходим в менюшку и спавним. Поехали, ребята, что у нас появилось? У нас появился ровер. Это у нас рейндж-ровер, ребята, я думаю, что вы знаете такую машину в реале, рейндж-ровер довольно-таки классная машина. Я еще ее не менял, то есть я не менял ей ни цвет, ничего, можно, конечно, зайти и сделать себе скин максимально сразу. Вот, например, такой бейб, вот такой сразу красивый, злой, и поставить, допустим, ей движок, энджин максимальный. Максимальный, все, ребят, в принципе, что еще можно сделать? Быстренько накидать, допустим, андерглоу, это розовую подсветочку, и все, ребят, машина готова, красиво. Можно, конечно, менять колеса новые, ставить, все. Рейндж-ровер довольно-таки прикольная машина, это за 30-й уровень. Но давайте, давайте мы начнем с того, что это нам неинтересно, мы его просто скинули в воду, пускай там все валяются. Нам это неинтересно. Мы с вами кое-что другое. Монстр-трак, ребята, просто жесть. Вы посмотрите, я немножко, конечно, его уже тут, ну, скажем так, облагородил, и там, кстати, новые колеса, и механика у него довольно-таки дурацкая. Он, например, вроде бы он монстр-трак, а залазит на всякие вот такие штуки, он не может. Маленькие бордюрочки, он может переезжать, но мне, на самом деле, не сильно нравится эта машина, но я, знаете, хотел показать что? Я хотел показать вот такую вещь. Заходим в менюшку, в магазин, и здесь есть подвеска, ребята. Просто подвесочка. Смотрите, что можем сделать. Так, это не то. Суспеншн. Смотрите, вот так можно занизить, можно поднять, а можно сделать монстр за 100 тысяч, ребята, я куплю. Просто посмотрите, он стал еще выше, просто мы как будто лестничку поставили. Это нереально такая здоровая офиговина. Лучше бы сделали ему огромные колеса, как на меня, на машины слишком маленькие колеса. Ну, дурацко. Ну, смотрится просто убого, если честно. Но, опять же, нафиг он нам нужен. Давайте мы его тоже сбросим куда-то в воду, потому что нам не интересен этот монстр трак. У нас есть кое-что получше. Видите, его просто колбасит. Настолько высокий, неповоротливый и дурацкий. Так, мы тебя вот так вот... Все, удачи. Все, иди туда. Все. Все, ты нам не нужен, мы тебя сбросили в реку. Самое интересное начинается вот здесь. Мы с вами ставим уфошку. Я ее уже приукрасил, да. Я поставил ей скин, и она просто офигенно управляется просто божественно. На Е поднимаешься, на Кью опускаешься. Единственное, у нее очень неприятный звук. Я сейчас перестану говорить, и вы услышите. Вот эта трещоточка немножко, немножечко напрягает, ребята. Просто немножко напрягает. Но тарелка, она офигенно управляется. Вы можете просто маневрировать куда угодно, как угодно. И, кстати, у нас сейчас наступит ночь. Да, ребята, я админ на своем сервере. Я хочу переключить себя на день. Итак, смотрите. У нас есть вот такая супер тарелочка. Но мы с вами сейчас сделаем немножко другое. Нам нужно стать супер злодеем. Стать супер злодеем, а дальше будем рассматривать все, что у нас есть в игре. Как стать супер злодеем? То есть у нас есть фракции. У нас есть фракции. У нас есть преступник, полицейский и герой. Супер злодей это тот же, в принципе, преступник. Только он становится супер злодеем, если получает себе силу. То есть, как стать супер злодеем? В обычной игре тут, естественно, я себе пропишу и получу, допустим, какую-то силу. И будет мне просто. Смотрите, что мы делаем? Вы сбегаете с тюрьмы. Где-то берете оружие. Убиваете супергероя. С него должно выпасть кристалл. Вы его подбираете. У вас становится филетовый ник. Допустим, я убил сейчас титана. Мне выпадает его кристалл. Я его подбираю. Становлюсь титаном. Как бы теперь я уже супер злодей. Мы в табе можем посмотреть, что есть. У нас есть прессионер, полис, криминал, хирос и виллиан. Ребята, виллиан это супер злодей. Теперь мы можем попасть на базу супер злодеев. Вот с помощью вот этого маневра мы можем попасть на супер злодейскую базу. И взять там нового героя. Ребята, это просто жесть. Герой называется Рейвен. Мы сейчас туда и летим. Я взял специально летающего себе героя. Находится база там же, где была раньше супергеройская. И, кстати, у нас есть в игре один предатель. Да, в принципе, мы все это с вами посмотрели на стримчике. Я записываю видосик уже на следующий день после стрима. Мы с вами посмотрели все это в день выхода примерно. На стриме мы смотрели. Поэтому не кидайте с помидорами. Я знаю, что многие уже записали по обновлению. Но и мои зрители тоже посмотрят. И обязательно посмотрят лайк за старание, что я поднял максимально быстро сотый ранг. Это реально дорогого стоило. Во-первых, много усилий. Во-вторых, много робуксов, ребята. Да, это тоже немаловажно. Итак, база супергероев нас водится у нас здесь. Вернее, супер злодеев теперь. Вот у нас база супергероев. А вот у нас база супер злодеев. Чтобы туда попасть, у вас должно быть то, что я сказал. Вы должны отобрать, вы должны быть преступником. И вы должны отобрать скилл у героя. Тогда у вас доступ открывается. Вы спокойно сюда заходите. Здесь у нас есть лифт. Также у нас лифт есть на супергеройской базе. Также у нас есть лифт на базе преступников. Здесь офигенная база злодеев. Вы посмотрите, здесь просто переговорная. Здесь круглый стол. Здесь диванчики. Можно почилить, посидеть. И вот они, ребята. Вот они эти супер злодеи. Мне офигеть, как они нравятся. Кстати, вот этот герой не полностью раскроется на моем скине. Потому что он не полностью на меня оденется. Показываю. Фантомчик. Фантомчик это у нас был. Помните, летучий голландец. В принципе, он теперь стал злым. Хотя он и всегда был злым. Я не знаю, почему он был героем. Он реально супер злодей. Он тоже летает. Кстати, это третий. Это третий летающий герой. Ну или супергерой. В общем, третий летающий персонаж, ребята. Это Энферно. Это Титан. И Фантом. Вот этот новенький Рейвен. Просто офигенен. Да, конечно, вместо моего скина у вас будет вот такой вот черненький. Поэтому не обращайте внимания. Но красивый. Красивый Рейвен. И говорят, что это, кстати, персонаж из Фортнайта. Если вы знаете, откуда персонаж, напишите. И он, ребята, наш шифт тоже исчезает. Но якобы исчезает. Превращается в сгусток фиолетовой энергии. И у него 40 зарядов. 40 зарядов. У него один заряд носит 10 урона. То есть вы по факту можете убить 4 человека просто с одной обоймой, как говорится. Это невероятно круто. У вас высокий прыжок. Ну, немножко выше обычного. Также у вас, видите, вот такая вот сгусток энергии. Кстати, иногда он пропадает. Как будто заканчивается стамина, что ли. Видите, вот я нажимаю. И мне нужно, наверное, отдохнуть или что сделать. Я не знаю. В общем, он начинает появляться. В общем, офигенный герой. Красивый. Мне очень нравится такими глазами. Но сейчас мы что сделаем? Мы покажем, что появилось у нас еще. Кроме того, что мы с вами уже увидели. Вызываем тарелочку. Я буду Рейвеном играть. Я буду Рейвеном на летающей тарелке. Так, залазим сюда. На ежку заводим тарелочку. И полетели. Здесь сразу же рядом у нас находится Атлантида. Она пока не рабочая. Если у вас есть догадки, что здесь будет, напишите в комментариях. Я обязательно все прочитаю. Мне реально будет интересно узнать каждый вас в комментарии. А под лучшими комментариями я поставлю сердечко, ребята. И напишу ответ. Так, смотрите. Здесь у нас есть Атлантида. Кстати, на стриме я сказал, что это статуя моя. Видите? Вот эта статуя. Это реально моя статуя в Мэдсити. То есть, если вы не знали, что это я. Вот это моя статуя. Просто скульптор не умеет делать скульптуры. Поэтому она не сильно похожа на меня. Но вообще это я, если что. Я думаю, вы догадаетесь. Так, смотрите. Мы полетели. Здесь у нас Атлантида. Она полностью не рабочая. Здесь просто, как говорится, макет. Просто здания. Какие-то куполы. Я так понимаю. Возможно, у нас будет в игре какой-то потоп. И они будут у нас под воздухом. Я не знаю, что это такое. Ну, пишите догадки. Это, ребята, у нас Атлантида. Дальше. У нас появился вот такой вот замок. Замок. У нас теперь больше нету босса. Его забрали. Здесь у нас такая черная дымка. Если подлететь, будет такая темнота. Здесь просто жесть. Здесь тоже, получается, будет какой-то либо лифт, либо новая база героев или суперзлодеев. В общем, здесь у нас какое-то око Саурона. Здесь какая-то сгусток энергии оранжевая. Возможно, новый какой-то злодей, герой будет. Либо что-то такое. Ну, в общем, красиво сделано. Просто разработчики красавцы постарались на славу. Мне очень нравится. Мне очень нравится обновление. Там немножко переставили какие-то домики. Новых ограблений у нас нет. Домик для ограбления переставили в другое место. Также, ребята, все сейчас хайпят на Зону 51. Там какого? 20 или 21 сентября будет у нас там набег на Зону 51. И все игры хайпят на этом. Также у нас Симит Сити поставил Зону 51. Она немножко ограждена здесь. Но, опять же, на ней ничего нет, кроме машины за 500 тысяч. И, я так понимаю, здесь у нас танк. Танк, который стоит, если не ошибаюсь, 4 миллиона, да? Да, ребят, 4 миллиона. Я его не покупал. Да нафиг он мне нужен. Машина тоже туда же идет. Так, смотрите. База номер 51, да? Вот она, Зона 51. Красиво, хорошо. Опять же, что здесь будет, непонятно. Скорее всего, к 20 сентябрю разработчики что-то здесь замудят. В любом случае, будет какой-то ивент. Я на 100% уверен, что будет ивент Зоной 51. И здесь у нас еще нефтяная вышка. С ней, я думаю, что тоже будет что-то связано. Здесь есть вертолетная площадка. Вертолета здесь нет. Ну, опять же, это красиво. Что здесь будет, непонятно. Два крана, вышка и какие-то помостики еще. Самолет у нас был. Ящик падает. Все остальное, в принципе, у нас было. В общем, ребят, я показал вам все. Все, что было в обновлении. Ну, может быть, что-то пропустил чисто по мелочи. По мелочи, я думаю, что не столь важно. За это, ребят, я прошу вас. Единственное, вам не сложно, а мне приятно. Поставьте лайк. Подпишитесь, если не подписались. И нажмите на колокольчик. С вами был Каксидор Обзи. Хорошего настроения. И всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok